Синоптики предупреждают, в феврале зима покажет свой крутой нрав. Большинство регионов России придут трескучие морозы. Метеокартину дополнят обильные снегопады и сильные ветра. Каких сюрпризов ждать от февраля жителям наших городов? И чем в плане погоды отличились и запомнятся декабрь и январь? Ответы на эти вопросы журналисты Народного получили у специалистов. У нас начиналось немножко необычно. У нас снега было очень мало и на горах, и в районе города, то есть по долинам Хибинского массива. Это мы за последние 7 лет шли на последнем месте, скажем так, по уровню снегонакопления. Но вот январь нам, конечно, выдал очень много снегопадов, очень много метелей. Только за третью декаду января снега выпало более 70% месячной нормы. Но рекордным по количеству осадков прошлый месяц не стал. В 20-м и 22-м годах январского снега на Кировск свалилось больше. А вот температурный фон первого месяца этого года оказался лишь выше климатической нормы на 3 градуса, что лишь усугубило ситуацию на склонах гор. Работы по принудительному спуску лавин ведутся специалистами постоянно. С начала лавинного сезона ими уже пройдено более 20 активных воздействий на снежный покров. В некоторых лавинных очагах несколько раз. Один из таких над объездной дорогой с Олимпийской на 23-й километр. Там, где ниже по склону, линия ЛЭП, железнодорожная станция, основная дорога и теплотрасса. К таким очагам у лавинщиков особое внимание. Ну а что же они ждут от февраля? В любом случае у нас пик снегонакопления обычно приходится на март-апрель месяц. То есть снег еще будет падать, снегопады и метели будут продолжаться. А так как у нас увеличивается световой день, то количество людей на горах, в долинах, на снегоходных маршрутах будет только увеличиваться. Надо быть крайне осторожными при походах в горы, при поездках в горы. Ну а при катании на лыжах, на сноубордах, естественно, пользоваться трассами, которые для этого предназначены. Продолжение следует...